здравствуйте эта компания дом в дорогу значит дед лифс эксклюзив 730 фкр вот сейчас я попробую рассказать об этом прицепе и рассказать о том как можно к этому прицепу пристегнуть палатку и как это все будет выглядеть да собственно говоря вы и вы сейчас видите как это все но мы вернемся сейчас к этой палатке сначала я хочу рассказать о том что этот прицеп оборудован рамой алка мощной рамой алка которая в общем то не боится не боится тяжелых дорожных условий скажем так ну практически все европейские прицепы оборудованы рамами алка и вот это вот рама алка сделана из большой мощной круповской стали еще одна особенность прицепов дед лифс вот если мы откроем багажное отделение то вы увидите что вот вот нет этого бортика вот этот вот бортик он как бы мешает ставить и убирать баллоны это очень важно для путешествий колеса у этого прицепа вообще у всех прицепов прицепов дач с индексом c они грузовые то есть они выдерживают очень большие давления вот допустим у этого прицепа да и вообще большинство прицепов давление четыре с половиной бара если что-то с этим колесом случится допустим вы его порвете ну что-то то что не подлежит восстановлению вам конечно придется очень туго без запаски поэтому прицеп в общем-то должен быть оборудован креплением для запасного колеса это очень очень важно вот мы пошли дальше посмотрим что он из себя представляет но вот в этот на этот прицеп прицепили палатус называемый ну к нам очень часто обращаются люди и просят укомплектовать прицеп палаткой значит сразу говорю то есть что у всех прицепов существует два вида навесов палатка и маркиза значит маркиза она выдвигается одним человеком за 3-4 минуты а вот палатка ставится двумя тремя людьми за 3-4 часа то есть установка палатки эта штука достаточно трудоемкая поэтому если вы путешествуете в режиме допустим куда-то приехали на 2 на 3 на 4 месяца тогда это палатка значит но если вы путешествуете в режиме один день еду два стою то тогда это маркиза ну конечно палатка штука грандиозная грандиозная но путешествовать с ней и ставить в каждом месте где вы останавливаетесь то есть вот остановились на два дня и у вас палатка оставить это достаточно тяжело да вот палатки обычно ставят в сити кемпингах вот допустим приехали поставили прицеп на полгода ну и установили поссорился с женой приехал живешь в своем собственном прицепе или приехали в тот же самый крым ну не любите вы вы приехали в крым допустим в рыбачье да или в морское и на все лето да то есть классно поставили палатку и вот вот три-четыре месяца вот вы так отдыхаете вот это вот прицеп с палаткой да кстати вот это помещение она тоже отапливаемая потому что тепла прицепа хватает и на ну конечно не при температурах там минус 30 градусов да вот но тепла хватает и на вот это вот помещение с палаткой да вот здесь у нас просто навес хотя в общем то можно сделать так что стены вертикальные будут не дальше вдоль всего прицепа идти ну и посмотрим что из себя представляет эксклюзив 740 fkr фирмы дэтлес у него есть одно преимущество перед 720 у кф е это аналог кобби 720 у кф е только лучше у него много преимуществ одно преимущество есть еще и в планировке это большой семейный прицеп рассчитанный на 7 человек то есть посредине у него расположена расположен стол слева и напротив напротив у него двухъярусная кровать и можно еще трехъярусную кровать установить в качестве дополнительной опции но очень удобно если вы с вами путешествует няне вот она спит здесь и там быть бабушка с дедушкой вот здесь напротив дети вот это французская кровать для мамы с папой жесткая дверь это уже редкость прицепах раньше ставили жесткие сейчас ставят гармошка образные вот ну у этого концепа жесткая дверь значит жесткая дверь потому что они решили решили проблему вот этих верхних петель они не отваливаются другие производители предпочитают ставить гармошка образные двери по что нелегкие а здесь все-таки она жесткая тоже очень хорошо и в отличие вот так точно такая же планировка есть у хобби она называется 720 у кэш е но там так называемый там тут справа там слева тут справа тут отдельный душ видите там как бы моноблок то есть маленькой комнатки туалет и умывальник и душ здесь сделали отдельный душ поэтому на 20 сантиметров длине хобби 720 у кэш е отдельный душ раковина и вот туалет значит туалет тэдфорд да это большой семейный прицеп с отдельным душем он лучше то есть но сочетание того что здесь рама алка то что здесь скрепление для запасного колеса то что на 7 человек то что здесь отдельный душ то что здесь дерево низ гармошка образный скажем так не гармошка образного материала из мягкого нормальная прочная дверь делает конечно этот прицеп гораздо больше привлекательнее чем хобби аналогичной планировки и вот планировка с другой стороны значит вот холодильник вот еще кстати холодильник тэдфорд значит он с автоматической сменой источников энергии это очень очень важно в предыдущем ролике я рассказывал если вы остановились кемпинге у вас холодильник работает от сети 220 вольт потом вы поехали забили вы забыли переключить на газ то через 5-6 часов он у вас просто потек в этом холодильнике это исключено вот кстати место для микроволновки как дополнительную опцию можно поставить микроволновки это очень важно и стол трансформер который превращается в двуспальную кровать вот кухня достаточно небольшая кухня маленькая вот ну не знаю все таки прицеп на 7 человек место здесь экономится кстати вот еще дверь до дверь здесь жесткие двери это очень очень хорошо не мягкий гармошкообразный как у всех а жесткие то есть это здорово и шкаф 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 для верхней одежды дальше на входе расположен телевизор телевизор маленькие мне кажется что нужно его другое место поставить и сделать его больше ну полочка там для всяких ключей для всякой ерунды достаточно широкая дверь и что смог сетами с москитными сетками до москитные сетки здесь не магнитные давайте почитаем количество спальных мест и так раз два три 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 вот это у нас еще для двоих детей и в качестве дуб опции можно поставить третью то есть так раз два три 4 5 и вот ложа родителей мама с папой 677 спальных мест и отдельная душевая комната ну конечно классный прицеп мне он честно говоря нравится ну если вы видели мои репортажи по 720 хобби у как я как-то их спит скептически там шел вдоль него говорил вагон сталина там все дела почему потому что мне там не нравился душ вот эта кабинка где и душевая комната и туалет и санузел как бы все в одном маленьком помещении а здесь видите какое оно большое здесь мне нравится однозначно больше потому что здесь отдельный душ значит этот прицеп крепче лучше значит прицеп дэтлевс эксклюзив 730 с вами компания дом в дорогу меня зовут константин наш сайт дом в дорогу . ру заходите к нам и вы узнаете очень очень много интересного с 20 по 30 августа двадцатого года релакс караванин крым дом в дорогу приглашает вас совместное путешествие в самое лучшее место в мире для отдыха с автодомами и прицепами здесь можно поставить свой дом на колесах прямо на пляже утром проснуться в свои постели и сразу плюхнуться в воду огромное количество экскурсий ливадийский воронцовский дворцы самая большая в мире канатная дорога на плато и петри легендарный севастополь ялта ласточкино гнездо отдых пляж море история своей страны приглашаем вас караванин крым с 20 по 30 августа только для клиентов компании дом в дорогу подробности на сайте дом в дорогу . ру